Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен! И сегодня у нас на очередном аква-обозрительном обзоре акворастительное растение Саурурурус поникший Саурурурурус поникший Саурус поникший Так сколько же раз там нужно назвать уру, чтобы вызвать это растение? Друзья, правильно говорить Саурурус поникший То есть два раза уруру Не путаем, друзья, ни Саурурурурус, ни Заурус, как некоторые пишут А Саурурус Потому что в некоторых источниках упускают одну уру И получается, что там остается Заурус всего лишь Это неправильно, это неправильно И вначале буква С, а не буква З Итак, друзья, это растение еще называется хвост ящерицы Почему? Потому что внешне соцветия, которых мы сегодня, конечно же, не увидим Они похожи как раз-таки на, угадайте на что, на хвосты ящериц И поникшим Саурурус тоже называется благодаря соцветиям, которые свисают на макушке растения Само растение это одно из двух представителей рода Саурурусов Есть еще китайский Саурурус Наш сегодняшний подопытный впервые был обнаружен в том виде, в котором мы его сейчас видим На минуточку аж в 1753 году А это, как вы понимаете, давным-давно было Друзья, растение, на первый взгляд, ничем примечательным, не наделенное По факту имеет очень много полезных свойств и функций Начну я не с аквариумных фишечек Саурурус, вообще-то, это околоводное растение То есть под водой оно встречается в природе крайне редко И даже когда оно встречается крайне редко Его все равно умудряются сожрать Те же самые бобры Кстати, по некоторым исследованиям Именно бобры снизили распространенность Сауруруса на 45% Потому что Саурурус является важным источником пищи для многих болотноводных животных Сам Саурурус это не просто ценный объект акворастительных взысканий Это еще и лекарственное растение Его лечебные свойства были использованы для лечения отеков в организме Коренные американцы, чероки и чектоу, растирали корни Сауруруса, как припарки И применяли растения для смягчения различного рода воспалений А почему индейцы? Потому что растения произрастают в восточной части Северной Америки Во влажных местах, как правило Это не вся магия и волшебство Друзья, листья Немного вообще-то есть аквариумных растений Длинностебельных аквариумных растений С большими, немножко округлообразными листьями Листья Сауруруса, как правило, в форме пик точеных Расположены попеременно на стебле Конечно, говорить о пышных формах и цветовых вариациях Не приходится Но это не помешало использовать Саурурус в голландских аквариумах Я вам более того скажу, друзья Именно в голландских аквариумах он был впервые посажен Благодаря своему медленному росту и возможности контролировать поведение роста Он является шикарным растением для травников Но это еще не все прелести Если взять и начать лобызать листья Сауруруса Можно вдохнуть легкий, но стойкий аромат Сософраса Это куст семейства Лавровые И там же можно где-то учуять аромат Цитруса Я честно скажу, этих ароматов я не уловил Плавно перетекаем в аквариумное содержание Как я уже сказал, в природе это очень редко затопленное под водой растение Оно очень редко встречается полностью погруженным Из-за этого многие считают, что Саурурус нельзя содержать постоянно в воде Друзья, это полная брехня Не верьте им, бегите от таких советчиков Для содержания нужна как минимум углекислота Желательно свет ярче среднего Потому что и без того с огромными междоузлиями Саурурус Без нормального освещения будет вытягиваться еще больше И нужен также питательный грунт Потому что Саурурус сосет питательные вещества Мама не горюй Хотя говорят, что он и на рыбьих какашках будет расти нормально По поводу манеры роста Это конечно же растение нытик Оно вытягивается Оно плохо дает боковые побеги Размножают Саурурус куском стебля То есть срезали и посадили Ну и еще кто-то умудряется размножать его семенами Но это очень долго и очень муторно Естественно растет Саурурус и в надводных условиях Причем не растет, а прет и процветает Даже с фрагмента стебля можно получить несколько деток В целом это странное растение по внешнему виду И не скажешь, что это любимое лакомство бобров Не скажешь, что индейцы этим растением свои болячки заживляли Благодаря своему незамысловатому внешнему виду и манере роста Саурус является излюбленным постояльцем медленных травников Друзья, если вы содержали это растение Обязательно пишите об этом в комментариях Ну а с вами был Аквамен Увидимся очень скоро в новых видео Всем пока-пока, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!